Пандемия, к сожалению, еще далека до завершения. Именно так высказался Минздрав Российской Федерации о состоянии нынешней эпидемиологической ситуации в стране. На сегодняшний день выявлено около 20 тысяч новых заболевших, 5 тысяч госпитализированных и 400 смертей. Последние две недели, наоборот, рост пневмонии среди взрослого населения, пожилого населения, то, которое страдает сопутствующими заболеваниями. И все это отражается на необходимость дополнительного разворачивания коечного фонда, интенсивности работы в реанимационных наших службах. Это, наверное, те особенности, которые мы сегодня имеем. В связи с последними событиями всероссийские проверочные работы, которые должны были пройти, также переносят на осень 2022 года, отметили в ведомстве. Мероприятие, в котором принимает участие очень большое количество людей, школьников и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, было принято решение о переносе этой процедуры. Текущая волна, она будет вызвана новым вариантом коронавируса. Его пока еще называют подтипом микрона, но на самом деле уже хотят новую букву присвоить. Потому что отличия уже накопились, они достаточно существенные. И, как ни удивительно, но все-таки коронавирус опять удивил ученых по всему миру. Он стал еще более заразным, и поэтому рост количества заболевших происходит еще быстрее, чем при омикроне базовом. По мнению специалистов, в ближайшие месяцы могут стать ключевыми для ухудшения эпидемиологической ситуации. Вспышки коронавируса в Китае и рост заполиваемости в европейских странах доказывают, что пандемия еще не закончилась. Кристина Отекина, Фарид Закитоглы, Универньюз.